Да-да-да, да-да-да, дом 2, построив свою любовь! Я приветствую вас на канале Аленин сад. Сегодня у нас первый день стройки. Строить я буду в теплице. Ура-ура, наконец-то это свершилось. И мой дорогой любимый муж будет мне все-таки помогать. Ура! Поаплодируйте и поставьте ему лайк за это. На первом этапе нам нужно выровнять с помощью вот этих блоков бетонных и кирпичей уровень основания теплицы, где нужно прокопать, где нужно подложить и начать делать основу этот короб из досок. Но я сейчас покажу все по порядку. И размер теплицы будет 3 метра на 5. Итак, первое, что мы делаем, это прикручиваем первый ярус досок в основании теплицы. Делаем это с помощью таких дополнительных столбиков, в которые прикручиваются доски. Вы видите, что я положила на кирпичи эти доски, чтобы они не гнили так быстро. И для того, чтобы выровнять уровень. Вот, уже с четырех сторон все я сделала. Муж прикручивает доски. А дети страдают ерундой. После первого яруса основания мы начали делать второй. Вот здесь в центре проход уже в два яруса, в две доски высотой. И я хочу показать, почему такой высокий будет у нас каркас. Потому что очень болотистая почва. И я хочу когда-то заполнить полную высоту этих грядок. Потому что видите, что здесь творится. Просто самое настоящее болото, которое не просыхает круглый год. Вот. Поэтому сделаю высокие очень грядки с завозной почвой. И будет тогда какой-то толк. А иначе на этом именно участке растет у меня только вот такая вот мелкая травка. И больше ничего. Настолько бедная, кислая и очень сырая почва здесь. Следующим этапом строительства будет создание дверного проема с одной стороны. И форточки с другой стороны. И заодно этот проем с одной и с другой стороны будет выполнять роль поддержки наших пластиковых дуб, которые мы положим сверху на конек. Собрать дверной проем было очень просто. Вы понимаете, как. Нужно взять две высоких доски длинных, одну короткую, скрутить их и прикрутить к нашему основанию теплицы. Мы поставили три арки, которые держат конек. Это длинная доска, которую поставили на ребро. Средняя арка, конечно же, очень нужна, потому что она держит этот конек. Не даст ему ни изогнуться, ни провалиться в случае чего, если будет сильный снегопад, например. Плюс к ней можно будет потом в дальнейшем что-нибудь крепить для поддержки растений. Коньковую доску мы прикрепили с помощью уголков. А сами вот эти две доски просто скрепили в стык с помощью саморезов, так как они достаточно толстые. И теперь мы переходим к следующему этапу. Нам нужно поставить наши трубы в виде арок поверх этого конька и закрепить их снизу на основании. Для крепления труб мы используем вот такую вот ленту металлическую с дырками. Я не знаю, как она называется. И резак, который режет проволоку и эту самую ленту. Я просто нарезаю такие отрезки нужной нам длины. И дальше мы прикручиваем ими трубы. Сейчас я покажу, как мы это делаем. Сегодня у нас второй этап теплицы построения. Это создание двери и форточки. Вот такую мы сделали дверку. Здесь все очень просто. Брусок. Ой, такая скрипучая получилась. Брусок 3х3 см. 4 уголка вот таких. И эту ленту металлическую, которой мы крепили дуги в теплице, мы сделали вот эти уголки для того, чтобы дверь не провисала сверху и снизу. Размер двери у нас получился метр семьдесят на пятьдесят сантиметров приблизительно. Больше мы с ней ничего делать, скорее всего, не будем. Я думаю, что этих лент достаточно для крепления. И повесили мы на две вот таких петли. Простых, самых обыкновенных, недорогих петли. И вот так она у нас закрывается. Открывается, закрывается. И здесь потом я после того, как мы накроем пленкой, приделаю шпингалет. Будет все аккуратно, красиво и крепко закрываться. Форточку сделать очень просто. Здесь мы поставили перекладинку, раму, из такой же доски, как основные стойки. Из три на три бруска мы сделали рамку. Соединили их также уголками. С этой стороны уголки и еще в торец по саморезу. И повесили их на петли. Обыкновенные дешевые петли. Открывается форточка будет вот так. И потом я здесь сделаю такой длинный крючок, который будет регулировать открытие этой форточки. Я не хочу, чтобы форточка открывалась сверху вниз. Я хочу, чтобы это было именно вот так. Сегодня пятый день нашей стройки. И мы переходим к самому главному. Накрываем теплицу пленкой. Вы видите у меня многими любимую подложку под ламинат, которую используют для того, чтобы крутить улитки. Я улитки не кручу, но эту подложку я тоже использую для того, чтобы закрыть все острые углы, какие-то доски, чтобы пленка ни в коем случае не соприкасалась даже в теории с какими-то острыми углами и не порвалась. Для этого я использую эту подложку на 5 миллиметров толщиной, степлер, ну и ножницы, чтобы подложку нарезать. Вот здесь потенциально острый угол, который может рвать пленку. Если закрыть его этой подложкой и степлером пребить ее, то получается совершенно гладкий и мягкий уголок, который пленке ничем не повредит. То же самое я сделаю на всех оставшихся углах, сверху и снизу. Продолжение следует... Ну вот, моя теплица и готова. Мы построили свою любовь, и мой муж поехал домой. Если серьезно, то что-то получилось, что-то не получилось. Мы первый раз сами что-то строили, своими руками делали какие-то большие конструкции. Было не так просто, но все-таки результат есть, и этот результат положительный. Перед отъездом в курган я посадила в теплицу уже томаты в ведрах. Сейчас я вам их покажу. И хочу сказать, что чувствуют они в этой теплице себя просто замечательно. Когда я вернулась через 10 дней, то они обросли массово пасынками, увеличились значительно в размерах. Я покажу на экране, какие они были и какие они стали сейчас. Значит, теплица работает. Насколько она красивая или удобна, это уже другой вопрос. Все-таки на первом месте стоит функциональность в данном случае. Я назову какие-то моменты, на которые стоит обратить внимание при строительстве. В общем, сейчас я покажу, как она выглядит изнутри. Первый момент это то, что вот эти внешние крепления полиэтилена, которые сейчас пристеплены с помощью вот этой подложки, в дальнейшем планируется все это прибить с помощью речки. Но нужно купить для этого речку, привезти. И вот с этой стороны все будет прибито речкой. Второй момент. Я еще не убрала, не отрезала лишний полиэтилен отсюда. И когда вы будете делать что-то подобное, нужно сразу подумать, позаботиться, как делать именно вот это соединение крыши и торцевых частей. У меня они раздельные, так было проще сделать. Но теперь, как бы, я не знаю, может было как-то получше это все сделать, наверное. Но потом я еще решу, как это прикрепить. Может быть, вы мне напишите в комментариях какие-то полезные советы для этого. Но в целом это все крепкое, симпатичное, достаточно конструкция. Мух уже, правда, там набилось целая куча грязь создают мне. Ну и пойдемте покажу, что внутри. Что внутри, а внутри полнейший бардак. Сами понимаете, что наполнить почвой такой большой объем невозможно просто так. И здесь вот главная моя ошибка при проектировании этой теплицы, то, что я сделала, рассчитала материалы только вот с центральным проходом. То есть, есть центральный вот у меня проход и тут две широкие грядки, да, плюс третья там в торце. Нужно было сделать по-другому, конечно. Нужно было сделать три грядки и два прохода. Было бы проще ухаживать и было бы проще наполнить эти более узкие грядки почвой. Ну, как есть, так есть. Мы думали в процессе строительства как бы переделать, но уже нельзя было переделать. Поэтому оставили так. Может быть, в будущем, на следующий год я буду что-то перестраивать, когда у меня появятся новые силы. И здесь моя ошибка, потому что в спешке, все было в спешке. Я там за три дня заканчиваю теплицу, нужно было все привезти, высадить. И я не постелила черный мой любимый спандбонд на тогда еще очень низенькую газонную травочку. И поставила эти ведра, так красиво все было, стояло аккуратненько. Не могла я подумать, что в теплице эта трава вырастет вон под 70 сантиметров метр высотой. Но выше она уж расти не будет, тут клевер и какой-то злак. Вот, и поэтому я думаю, что так все я и оставлю теперь здесь уже. А потом, когда осенью созреют все томаты, это я все буду как-то переставлять и убирать. Ну, тогда уже буду стелить бомбонд или перекапывать, или наполнять это все почвой. В общем, будет видно. Ну, и проблему отсутствия почвы в теплице, как видите, я решила с помощью ведер. Отзывы о выращивании томата в ведрах очень хорошие. У меня в прошлом году также был опыт. Я вырастила томат Golden Cherry. В ведре просто он у меня стоял и розы, плодоносил до октября. Мне очень-очень понравился этот способ. Вот, поэтому я смело его применяю. Ну, вы видите, в общем, результаты даже очень хорошие за эти дни. Вот они как распушились, разрослись, цветут некоторые даже. И некоторые даже так выросли, что упали. И вчера вот я их тут подвязывала. Пока что временно опять же к этим кольям, потому что я планирую сделать такую систему, шпалеру. Вот такая теплица у меня получилась. Такое видео получилось. Какое получилось такое, смотрите. Многие задавали вопросы, просили показать, как я строю теплицу. Я хотела сделать более подробное видео, но из-за поездки своей, из-за этой спешки, я не успела вовремя какие-то моменты снять. И, может быть, что-то упустила. Вы не стесняйтесь, пишите в комментариях. Я постараюсь обязательно ответить на все ваши вопросы. И, конечно, не забывайте подписываться на канал Аленин сад, ставить пальчик вверх. Все-таки мы очень даже потрудились с этой теплицей. Я желаю вам не бояться действовать, если необходимо, пытаться что-то делать, потому что лучше делать, лучше делать как можешь, чем сидеть на диване и без конца искать себе отговорки того, что это просто невозможно. Делайте, ошибайтесь, любите друг друга и выращивайте обязательно перцы и помидоры. Всего вам доброго и до свидания.